Христианское воспитание детей На каком месте в жизни родителей, в первую очередь в жизни мамы, находится воспитание детей? Насколько это важно и ценно само по себе? Вот представьте себе ситуацию. Многодетная мама, трое-четверо деток, сидит в декрете, и на вопрос, чем ты занимаешься, она может спокойно ответить, я занимаюсь воспитанием детей. Чаще всего нет. Нам неприятно, кажется, это как-то неправильно, стыдно, как будто это какое-то безделье. Как будто я сижу дома и ничего не делаю, бью баклуш. А ведь воспитание детей – это очень сложный, трудоемкий, творческий процесс. И, как мне кажется, многие проблемы, они идут отсюда. Воспитание детей у нас стоит на каком-то последнем или предпоследнем месте. Мы делаем то и это, совершенствуем себя в том или ином качестве, но воспитание детей для нас, кажется, это идет что-то фоном. И когда она идет фоном, в таком фоне, у нас получается и воспитание фоновое. Ну и, соответственно, точно такие же и итоги. Если нам важно то, что получится из наших детей, то нам нужно этому учиться и постоянно совершенствоваться. По большому счету на вопрос, что такое воспитание, можно ответить, что воспитание – это формирование совести. Интересно, что в еврейском языке слово «совесть» и слово «компас» однокоренные. Потому что совесть – это компас в мире постоянного выбора между добром и злом. Совесть – это то, что указывает нам, где добро, как нужно правильно поступать, и где зло, как поступать не нужно. И вот формирование совести – это и есть процесс воспитания. Воспитание – это развитие хороших навыков и привычек. Интересно, такая есть фраза про совесть. Совесть – это вакцина против наших желаний. Потому что когда мы не умеем свои желания ограничивать, они постепенно берут над нами власть. И человек начинает жить по своим страстям. А совесть, если она правильно воспитана в детстве, помогает человеку с этими страстями справиться. Важно понимать, что воспитание – это не дрессировка. Родители должны предпочесть не пятиминутный результат. Когда мы ребенку сказали, наказали его, он сейчас не сделал, а мы спокойно и занимаемся своим делом. А должны научиться возбудить желание в ребенке быть хорошим. Желание. Как это желание возбудить, мы об этом будем говорить на наших встречах. Есть положительное, а есть отрицательное усвоение опыта человека. Так вот, наша задача, как педагогов, а все мы являемся педагогами, кто воспитывает детей, достичь вот этого положительного усвоения. Итак, как же правильно с ребенком читать Священное Писание? Как говорить с детьми о Библии? Хочется начать вот с чего. Мы с вами должны стать апостолами, проповедниками, пророками для собственных детей. У каждого из нас есть такая возможность стать апостолами. Тот, стать тем, кто несет благую весть в мир. Кто несет благую весть тем, кто о ней еще пока ничего не знает. Ведь наши дети пока еще мало знают о благой вести. И мы можем выступить апостолами. А вот от качества нашего благовествования будет зависеть качество усвоения этой благой вести. Если вместе со словами мы будем подтверждать это делами, несомненно, результат будет лучше, чем если мы будем только говорить и лишь только проповедовать. Наша задача, по большому счету, обратить наших деток ко Христу. Наша задача миссионерская. Мы должны нести миссию в собственной семье. Да, это не так просто. Начать мне бы хотелось с отрицательного опыта, то есть с ошибок, тех ошибок, которые допускают родители при изучении, чтении Священного Писания с детьми. Я сразу скажу, что о чем идет речь. Все мы, христиане, читаем сами Священное Писание. Кто-то читает Евангелие, кто-то периодически читает всю Библию, кто-то читает просто отрывки, которые читаются в храме в этот день, кто-то постепенно прочитывает от головы к голове, кто-то читает уже более осознанно с толкованиями. Но, тем не менее, для каждого христианина Библия является настольной книгой. И нам очень важно, чтобы такой же книгой Библия стала и для наших детей. Как им об этом говорить? Как с детьми разных возрастов читать Библию? Итак, первая ошибка, с которой мы очень часто сталкиваемся, это когда мы читаем Библию с маленькими детьми и чрезмерно упрощаем ее и начинаем с ними сюсюкаться. Мы должны упрощать библейский текст, чтобы он более понятен был ребенку, но нужна мера и трезвомыслие. В конце концов, задумаемся, мы можем переврать священное описание и передать ребенку совсем не то, что хотел через это сказать и донести до нас Господь. Мы можем переврать священный текст. Поэтому обязательно нужно готовиться. Сколько я не расспрашивал родителей, даже и священников, которые читают со своими детьми Библию. Вы готовитесь? Нет. А зачем? Как будто это так просто. Мы все прекрасно знаем, что самое сложное – это сложные вещи рассказать простым языком. Это действительно так. Поэтому обязательно нужно готовиться и все продумывать, как и что мы расскажем детям. Не нужно опираться только на текст какой-то детской Библии. Вот мы прочитаем эту детскую Библию, картинки посмотрим и все. Еще раз хочу напомнить, что вера, передача веры – это передача опыта, это передача горения сердца. Его невозможно передать просто через книгу. Если я прочитал книгу и посмотрел картинки, все, мой ребенок теперь поверил, мою веру перенял. Никогда. Мы обязательно должны свое отношение к этому так или иначе показать. Какие-то темы, которые невозможно просто объяснить – нужно так и сказать. Оставим это на потом. Сильно упростить гораздо хуже, чем рассказать менее подробно. Потому что, когда мы все упрощаем, у ребенка складывается такое впечатление, что Священное Писание – такая простая, милая сказочка, потому что мы рассказали ему только то, что он якобы может понять. Не надо бояться того, что мы можем сказать, а вот тут еще вот есть вот это, но об этом мы поговорим, почитаем с тобой позднее. Вторая ошибка – слишком большой объем за раз. У всех у нас разное восприятие. Если мы будем слишком много сразу вкладывать, что-то, а возможно и самое важное, не усвоится. Не нужно спешить. Если мы начали читать Библию с детками в 5, в 6 лет, в 4 года, я вас уверяю, мы не на раз успеем ее всю прочитать и поговорить о библейских сюжетах. Почему бывает так, что слишком большой объем читается? Ну, потому что очень часто нет регулярности. Если уж кто-то, там, папа или мама взялись, то уж надо сделать так, что как минимум, там, десятую часть-то мы освоили. Так не нужно делать. Всегда должен быть какой-то небольшой краткий объем. Знаете, за примерами я отправлю вас в храм. Вот вы пришли в храм на богослужение. Насколько большой отрывок читается на службе? Небольшой. Большие отрывки читаются крайне редко. Чаще всего это в Великий пост на Страстной Седмице, в специальные дни, где мы вспоминаем те или иные события. Во все остальные дни в храме читается небольшой краткий отрывок, который можно запомнить и унести с собой. Точно так же нужно стараться читать Библию с детьми. Лучше брать сюжет или события и ориентироваться на них, а не на какие-то главы, чтобы вот там столько глав прочитать. Третья ошибка – это перескакивание с одного на другое. Библейская история, она целостна. Несмотря на длительные переводы между книгами Ветхого Завета, несмотря на то, что писали их совершенно разные люди в разное время и с разной целью, но тем не менее сейчас церковь донесла библейскую историю до нас в целом виде. И надо передать детям эту целостность, не рвать на части ради каких-то интересных историй, как нам кажется интересных историй. Отношение, как к сказке, есть вот и такая ошибка. Когда мы садимся с детьми, открываем книгу и начинаем читать. Таким каким-то умильным голосом все вот так вот выделяем. И получается, что ребенок воспринимает это как сказку. Вчера мы ему читали Андерсена таким тоном, а сегодня читаем Библию. К Библии должно быть совершенно другое отношение. Библия – это священное писание и для нас, христиан, поэтому чтение или рассказ библейской истории должны быть серьезны. Дети очень быстро понимают, что для нас важно, а что для нас не важно. И это становится важно и для них. Еще одну ошибку хочется выделить – формализм. Формализм, в общем, может убить самые лучшие начинания. Если мы не готовы делать с душой, вкладываться в это, полностью посвящать этому себя, свое время, свое внимание, свой разум, свою душу, то лучше не начинать. Без души нельзя приступать к такому делу. Иначе мы передадим бездушность всего этого. Хотелось бы напомнить, что до 1917 года во всех школах Российской империи преподавался закон Божий. Все дети знали закон Божий, знали заповеди, знали историю Моисея, Давида, знали евангельские притчи. Их знал Ленин, Сталин, их знал Троцкий, отлично их знал Дзержинский, который в детстве даже мечтал быть католическим священником. Но, тем не менее, это не помешало им впоследствии отказаться от Бога и жить так, как они жили. Поэтому нам главное донести не какую-то форму, нам главное донести до детских душ суть. Поэтому с формализмом ни в коем случае не стоит подходить к чтению священного писания. Ну, а теперь поделюсь с вами тем опытом, который накопился, и как все это можно сделать и правильно организовать. Ну, во-первых, чтение священного писания должно быть всегда отдельным семейным мероприятием. Хорошо, когда для этого собирается вся семья. Не нужно делить на маленьких и больших. Лучше, когда потом это, что непонятно, маленьким им объяснят старшие дети. Ну и кроме того, когда мы говорим старшим, рассказываем им, даже не поняв это, маленькие это так или иначе усваивают. Потом могут спросить. Поэтому хорошо, когда чтение священного писания будет вот таким вот семейным мероприятием. Ну, такой пример. Есть где-то Библия, она стоит на совершенно определенном месте. Она не стоит где-то там на комоде, на фортепиано валяется пыльный. Нет, она стоит в отдельном месте. Большая, красивая книга. И вот в определенное время, когда все сели, отец или мать, идут, берут эту книгу, приносят ее и с благоговением открывают. Хорошо перед этим помолиться, прочитать Царю Небесную или просто обратиться к Богу, чтобы Господь помог открыть сердце и ум человека для восприятия священного писания. Если мы будем воспринимать священное писание с благоговением, точно так же с благоговением его будут воспринимать и наши дети. Это нужно помнить. Важна периодичность. Если у нас нет периодичности, мы там раз в месяц, когда нам вздумалось, вдруг сели, а потом не сели, это тоже хорошо. Но если есть периодичность, тогда будет и результат. Мы сможем ту или иную тему постепенно раскрыть. Мы сможем тех или иных событий коснуться. Очень важно создать правильную атмосферу. Можно выключить свет, зажечь свечи и читать Библию только при свечах. То есть без ламп, без этого электрического света при свечах. Я вас уверяю, что дети на всю жизнь оставшуюся потом запомнят, что они выключали свет, папа приносил большую книгу, зажигали свечи и они читали Библию. Вспомните свои детские воспоминания. Это то, что нас как-то поражало, что было с одной стороны вроде бы обыденным, но очень теплым и душевным. И нам нужно обязательно создать вот эту атмосферу теплоты, душевности, доверия и понимания. Взрослым обязательно нужно самим понимать библейский текст. Библия – это очень сложная книга. Это пласт культуры, нам зачастую непонятный. Это книга переводная, которая переводилась с еврейского на греческий, потом на церковнославянский, на русский. То, что мы читаем, это уже такой синопсис определенный переводов. Но очень важно, чтобы взрослые тоже это понимали. Поэтому перед тем, как почитать тот или иной отрывок с детьми, залезьте в интернет. 5, 10, 15 минут почитайте. Толкования святоотеческие, какие-то культурные, исторические особенности того или иного события. Вам будет гораздо проще рассказывать об этом детям. Более того, дети будут вас больше уважать. Мама или папа такие умные, они столько знают, и они так хорошо рассказывают. Важно пояснять подробности живо и ярко, чтобы у детей создалось впечатление. Попробуйте, если это ветхозаветный какой-то текст, история какая-то, попробуйте нарисовать детям картинку. Библейский текст не всегда ярок и описателен. Ну, это во многом и особенность времени. Да, и не записывали тогда, как сейчас все, что попало. Сейчас много бумаги, и человек пишет все, что хочет. Тогда писали главное, писали суть. И поэтому, может быть, какой-то яркости иногда событиям не хватает. Можно чуть-чуть это приукрасить, расцветить. Не нужно много прямо от себя сочинять, целую историю. Но как-то впечатлить детей вполне можно. Постараться связать библейские события с жизнью семьи, с жизнью ребенка. Это очень важно. По большому счету, родителям нужно сказать проповедь о прочитанном отрывке. Но вспомните, мы приходим в храм, читается Евангелие. Иногда сразу после Евангелия выходит священник, говорит проповедь о прочитанном. Иногда это происходит в конце богослужения, уже после отпуста. Но священник всегда говорит проповедь о том евангельском отрывке, который был прочитан на Божественной Литургии. И вот мы должны делать точно так же. Мы должны говорить своим детям проповедь. Не нудную, не бесконечное норовоучение, и тем более без укоров. Вот видишь, Господь так говорит, и так поступаешь, вот ты такой рассекой. Нет. Нужно постараться побудить детей стать лучше. Нужно так поставить свою проповедь, чтобы ребенок сам захотел стать лучше. Важно быть готовыми к любым вопросам. Это вот не всегда родители готовы. Некоторые вопросы приводят их в тупик, и они начинают злиться, гневаться. И хуже того, что ты ерунду спрашиваешь, да ты что не веришь, да ты что не знаешь, видишь, так написано. Никогда не нужно так отвечать. Потому что у ребенка возник вопрос, это хорошо, надо поговорить с ним об этом. А что делать, если вы не знаете, как отвечать на вопрос? Нужно попробовать сказать, а потом ребенку пояснить. Ты знаешь, я не уверен, как правильно тебе ответить. Давай я почитаю, спрошу у священника или у друзей, которые в этой теме разбираются, закончили богословский институт. И завтра или через неделю мы с тобой вернемся к этому вопросу. Не думайте, что у ребенка упадет ваш авторитет. У него упадет ваш авторитет, если вы начнете придумывать какую-то ерунду. И он это поймет, что все это высосано из пальца. Очень важно научиться правильно отвечать на вопрос. Ну, простой пример. Читаем с детьми первые главы Библии о сотворении мира. И тут же возникает вопрос. Папа, папа, вот у нас книжка с динозаврами. А где там динозавры? Кто только как не отвечает. Что ты не видишь, динозавров не было. Это все придумки. А ребенка на прошлой неделе возили в музей, где были эти кости динозавров. И что, ребенок должен думать? Или начинается, ну вот, здесь не написано, наверное, они где-то были. Попробуйте честно ему сказать. Так, как вы думаете. А если никак не думаете, нет у вас информации. Попытайтесь эту информацию получить. Благо, сейчас с современными средствами коммуникации, с интернетом, доступность информации очень и очень велика. Еще очень важна рефлексия. То есть вспомнить о прочитанном вне чтения. Ну, для начала какая рефлексия? После прочтения задать наводящие вопросы, чтобы порассуждать. Порассуждать о смысле отрывка прочитанного. Порассуждать о каких-то особенностях. Вместе порассуждать. А было ли у тебя такое, а помнишь, вот там у того-то, у того-то. А помнишь, мы ездили туда-то, и там кто-то вот рассказывал. Вот такая вот рефлексия на библейский текст. Ну и потом, на следующий день, через день, что-то произошло или как. А помнишь, мы читали вот так вот. Но ни в коем случае Библии не нужно пользоваться как дубинкой. Очень часто родители в воспитательном процессе так и делают. Вот мы вчера с тобой читали, что нужно быть милосердным. А ты сегодня, значит, машинку пожалел там Вите дать поиграть. Не нужно священное писание воспринимать как дубинку. В противном случае ребенок будет воспринимать его негативно. Для него священное писание будет системой бесконечных запретов. Ну а кто же любит систему бесконечных запретов для себя? Поэтому нужно постараться сформулировать у ребенка внутреннее отношение к священному писанию позитивное. И для этого не нужно превращать его ни в какие дубинки и гонять ребенка этим священным писанием. Эта рефлексия может проявляться везде. Через неделю, через месяц, когда мы о чем-то снова прочитали, что-то вспомнили. И вот это постоянное возвращение к священному писанию научит ребенка ставить священное писание в центр своей жизни. Что вот, мама или папа постоянно об этом вспоминают, постоянно говорят, опираются на это. Не нужно смущаться и бояться иногда сказать, да, вот я вот тут почитал все на писании, поэтому вот так поступил. А мы из своей мнимой, в кавычках, скромности не говорим ничего, не объясняем детям. Иногда нужно объяснить. Вот я вот вчера прочитал, решил сегодня сделать так. Вместе попробуй с ребенком оценить. Ты как думаешь, правильно? Я говорю, правильно. Вот вы этим самым научили ребенка, как пользоваться священным писанием. У нас ведь иногда и дети, а уж взрослые тем более не умеют пользоваться. Они читают как книгу благочестивую, прикладываются к ней. Мы православные каждое воскресенье прикладываемся к Евангелию. А жить по Евангелию когда начнем? И вот эта вот жизнь по Евангелию, она должна быть у самих родителей, и родители этим делятся с детьми. Когда делается выбор, человек опирается на евангельские слова. И ребенку, особенно маленькому, можно пояснить, почему родитель сделал такой выбор, и на какие евангельские слова он опирался. Не нужно, конечно, это превращать в монотонщину, но, тем не менее, иногда в качестве рефлексии это тоже подойдет. По большому счету, наша задача сводится к тому, чтобы зажечь своим внутренним горением и передать свой духовный опыт. Ведь мы хотим передать свой духовный опыт, мы хотим передать те ценности, которые у нас есть. Священное Писание для нас тоже ценность. Оно входит в наши ценности, и мы хотели бы, чтобы и для наших детей Священное Писание стало ценностью. Для этого нужно научиться передать ребенку эти ценности, а не просто сказать ему, Библия там, читай каждый день, и будет все хорошо. Наша задача не только дать комплекс знаний, но пробудить работу души и сердца. А это уже непросто. Дать комплекс знаний это просто, тем более существует бесконечное количество методических пособий, материалов и дореволюционных, и современных. Как рассказать о сотворении мира в Авионской башне, о Давиде, Аврааме, Исааке, Якове, Моисее? И мы дадим ребенку эти знания. И в принципе в нормальной церковной семье к 12 годам ребенок неплохо разбирается в основных библейских сюжетах. Ну а дальше? А передали мы суть всего этого? В чем подвиг Авраама, который, услышав призыв Бога, оставил все и пошел в неизвестное место? А его подвиг, когда единственного сына, без упрека, без сомнения, он готов был принести в жертву Богу. А подвиг Моисея, который, несмотря на свое косноязычие, пошел к фараону и несколько раз ходил и вывел свой народ из рабства. И когда он вывел из рабства, оказалось, вот все, все, а не все. И еще долгих-долгих 40 лет продолжалось скитание по пустыне. В чем здесь суть? В чем здесь смысл? Очень важно раскрыть смысл и тот древний, и смысл современный для нас. Чем тот или иной отрывок из Священного Писания может отразиться в нашей жизни? Как мы можем на него опереться? Важно, чтобы у ребенка произошла встреча с Богом. И Бог из внешнего стал внутренним своим. Вообще здесь хочется два слова сказать о вере детской. Вот в начале, когда ребенок растет, он воспринимает веру родителей, как воспринимает практически все от нас. Привычки какие-то, поверхностные знания, отношения, ценности. И веру он тоже воспринимает от нас по наследству. И мы с таким умилением, глядя на его благочестие, как он в храме стоит, крестится и дома молится, думаем, ну вот, все, мы его научили. Нет. Это вера не его. Это то, что мы ему дали, поделившись частью нашей веры. Но она не его. А вот потом, это начинается где-то 10, 11, 12 лет, младший подростковый возраст, и вот в течение среднего, старшего подросткового возраста, юношества, ребенок как бы переваривает свое наследие и ту веру, которая у него есть, и она либо становится его личной верой, той верой, за которой человек готов умереть, ради которой он готов жить. Либо он отходит от этой веры родителей, ну, до поры до времени. Сколько мы знаем печальных примеров. Ребенок воспитывался в христианской семье, ходил в воскресную школу, причащался, исповедовался, а потом в 14 лет отказался ходить в храм и больше там не появлялся. Почему? Потому что мы не смогли помочь ему преобразовать его веру, вот эту вот начальную, которая была частью нашей веры, в его собственную веру. По большому счету, мы не смогли организовать ему личную встречу с Богом. Потому что, когда Бог какой-то другой, чужой, Бог моих родителей, он не мой Бог, до тех пор, пока я вместе с родителями, я к ним приклеен, прилеплен, он и мой Бог. Как родители, друзья мои, друзья. Но как только подросток начинает отдаляться от родителей, ощущать себя личностью, пытаться увидеть свои личностные качества, стать другим, вот тогда должна произойти встреча с личным Богом. И Бог родителей должен стать Богом и этого ребенка. Вспомните, как Господь представлялся в Ветхом Завете, «Я Бог Авраама, Исаака и Якова». А теперь Господь должен стать Богом и нашего ребенка. И вот здесь процесс очень тонкий и творческий, здесь невозможно навязать это, сделать какой-то тренинг, провести, чтобы у ребенка все сложилось. Нет, здесь нужно передать ему нашу веру, научить его любить Бога, любить Священное Писание. А это можно сделать только тогда, когда мы сами это делаем. Это важно понимать. Очень часто люди начинают унывать. Как так? Вот мой ребенок был в храме, а сейчас вот он такой рассекой. Наверное, в его жизни произошло кризис, изменение. И сейчас он находится на перепутье. Что мы делаем? Мы начинаем его ругать. А иногда начинаем его даже оскорблять и постоянно укорять. Каким образом? Ты был хорошим, когда ходил, молился, постился, в храм ходил. А сейчас ты плохой. И ребенок это воспринимает. Пойдет он с нами на контакт? Нет. Он пойдет в любую другую сторону, искать чего-то другого. Но не пойдет с нами на контакт. Очень важно нам научиться. Научиться тому, чтобы ребенок шел с нами на контакт. Научиться тому, как передать свой духовный опыт своему ребенку. И на наших беседах мы будем об этом говорить. Вот сегодня как раз о том, как с детьми правильно читать священное писание. Очень важно показать ребенку, что Бог близок и ждет от нас решения. Жить с ним в радости или без него. Вот показать Бога любящим отцом. Давайте подумаем, каким мы показываем Бога нашим детям. Какой Бог в их представлении? Это строгий судья, который постоянно смотрит внимательно и ищет, за что нас наказать. Это плохо, это грех, это плохо, это грех, иди кайся, иди на исповедь. Это нельзя, это нельзя, это пост. И в восприятии ребенка Бог это какое-то очень далекое, высокое, могущественное и злое существо, которое постоянно его контролирует. В подростковом возрасте, естественно, ребенок пытается выйти из-под любого контроля, родительского, иного, и уходит, к сожалению, и из-под контроля Господа Бога. Точнее, хочет выйти из-под этого контроля. Нам же нужно показать радость жизни в Боге и передать Ему эту радость. Ну, чтобы это показать и передать, нужно самим это делать. Если у нас самих нет радости, зайдите в храм в воскресенье, посмотрите на лица людей, которые там стоят. Много там радости? А когда они выходят из храма, много там радости? Что несут они в свои дома? Что несут они своим детям? Мы должны нести им радость веры, радость встречи со Христом. Но вспомните, как называется наша самая главная книга. Она называется «Евангелие». Благая весть. О чем благая весть? Разве о том, что Господь нас контролирует? Разве о том, что Господь нас будет наказывать? Нет. Благая весть о том, что Господь нас простил? Благая весть о том, что Господь нас любит? И Господь ищет, за что бы зацепиться, чтобы нас спасти. Благая весть о том, что Бог не царь, Бог не господин, Бог не надзиратель. В том, что Бог отец, наш отец. И это нужно нам научиться передать и нашим детям. Но очень важно до нас донести, что Бог всегда нас любит и всегда нас ждет. В этом плане, конечно, замечательная притча об лудном сыне. Ее рекомендовал бы почаще как-то вспоминать, читать. Там все важно, вот эти все моменты. Очень хорошо, кстати, связать чтение Священного Писания с какими-то образами. Это могут быть иконные образы, но на Ветхий Завет не так много иконных образов. На Новый Завет, конечно, больше. Это могут быть картины. Ну, притча об лудном сыне, знаменитая картина Рембрандта «Будный сын». Замечательная, яркая, запоминающаяся картина. Найдите ее в интернете, может быть, где-то в книжке есть репродукция. Покажите ее. Если где-то будете в Санкт-Петербурге, зайдите в Эрмитаж, посмотрите эту картину воочию. Помнишь, мы с тобой читали притчу? Вот это ее изображение. И вот эта связь, связь с каким-то изображением, она, конечно, очень важна. Не нужно в этом усердствовать. Почему? Потому что иногда у ребенка, может быть, слишком связь будет плотная, и за изображением будет теряться текст и смысл. Он будет запоминать картинки, но не запоминать то, что за этим стоит. Но, тем не менее, очень хорошо вот таким образом говорить о каких-то библейских событиях. Часто очень задают вопрос, нужно и можно ли смотреть мультики на библейские темы. Вы знаете, тут разные мнения. Я скажу свое личное мнение. Я считаю, что детям, особенно уже постарше, старше 10 лет, не стоит смотреть мультики на библейские темы. Потому что через мультики мы принижаем это. Лучше пусть они будут меньше знать событий, но они эти события услышат от нас, от родителей, через книгу с благоговением и будут к этому правильно относиться. Ну, приведу вам простой пример. Пришли детки в воскресную школу и уже такие, ну, скажем так, повзрослевшие, 12-13 лет. И когда мы с ними говорим о каких-то библейских событиях, мы, да-да-да, помним, это вот было там в таком-то мультике или там в суперкниге. Вот там он пошел, а еще там смешной был такой-то эпизод. А еще там в это время герой там упал. Понимаете, мы библейские сюжеты и библейские образы не сводим до обычного мультика. Если раньше мы могли, допустим, ребенку показывать только эти мультики, то сейчас ребенок смотрит совершенно разные мультики и вместе с этим мультики на библейский сюжет. Не думаю, что это очень хорошо и часто. Один-два раза где-то когда-то можно посмотреть, но постоянно, на постоянной основе я не думаю, что это будет прям так очень хорошо. Хорошо, когда библейские сюжеты пересказываются от лица родителей, но нужно обязательно сказать, что это вот пересказ. Ну, как, допустим, я делаю. Я готовлюсь к проповеди какой-то или, может быть, к лекции. Вечером мы уже готовимся спать, помолились, выключили свет, дети ложатся. Я сажусь рядом на стул и начинаю рассказывать о том или ином событии. Ну, как-то свой взгляд. То есть я им не говорю, что вот мы сейчас будем Библию пересказывать. Я им передаю свой взгляд. Где-то расцвечивая, где-то добавляя это с какими-то другими историческими знаниями. И это всегда детям очень запоминается. Иногда проходит два-три года, а потом ребенок говорит, папа, а ты помнишь, ты нам рассказывал вот это, вот это, вот это? Я не помню. А ребенок запомнил. Значит, для него это уже важно. И, значит, он это правильно усвоил. Бывает такое, что в церковных семьях детей Библии перекармливают. То есть ее слишком, слишком много. Это тоже нехорошо. Всему должна быть мера. Нужно читать и сказки, и истории. Несомненно, нужно читать книги, которые интересны детям. Там и хроники Нарнии, вот, и различные другие сказочные и фантастические истории. Но место Библии просто должно быть особенным. Бывают семьи, где считают, что все остальное это чуть ли не от лукавого. А вот нужно читать только Библию и все. Нет. Библии должно быть свое, но определенное место. А всему остальному свое место. Хотелось бы еще два слова сказать о том, как говорить о Боге. Иногда это бывает самым сложным. Как ребенку описать Бога? Кто такой Бог? Ну, вот это самый добрый, самый лучший. А как он выглядит? А где он живет? Особенно маленький ребенок, он задает такие вопросы. И мы теряемся. А как нам ответить? И начинаем придумывать сказку. Бог живет на небе. И вон то облачко, видишь, вот на облачке сидит Бог. Вот его просто не видно. А как он выглядит? Ну, это такой дедушка с бородой. Вон как тот дедушка. Ну да, но только вот он другой. Вот картинка такая Бога. Мы отстали. От нас отстал ребенок. Со своими вопросами нам кажется глупыми. Но что он усвоил? Он усвоил ложный образ Бога. Не можем объяснить ребенку конкретно. Да, лучше промолчать или сказать, знаешь, давай мы с тобой пойдем в храм, и тебе там батюшка расскажет. Или еще как-то. Почитайте, как ребенку рассказать о Боге. Но не стоит вот так это примитизировать. Бог — это любящий отец. Этот отец ждет от нас действий. Хочет, чтобы мы жили не сами по себе, а жили с ним. Он хочет быть рядом, хочет участвовать в нашей жизни. Бог — невидим, непостижим. Бог — это дух. Ребенку можно ведь тоже это рассказать. А вот у тебя в головке есть мысли? Есть. А ты их видишь? Не вижу. Потому что они нематериальны. А теперь закрой глазки и представь, что ты в садике или у бабушки, или на море, куда мы ездили в прошлом году. Представил? Представил. А теперь походи по морю. Походил? Походил. Открой глаза. Ты где сейчас? Я дома. А твой дух или ты смог вот в фантазии перенестись туда, на море. Так вот и Бог, Он нематериален. Он есть везде. Нету такого места, где бы Бога не было. И вот так и нужно на каких-то простых примерах и образах ребенку объяснять, кто же такой Бог. Но ни в коем случае не нужно примитизировать до каких-то совершенно богохульных образов. Очень важно рассказать о любви Божией. Бог есть любовь, и пребывающую в любви в Боге пребывает. Вот это нужно научиться ребенку донести. Любовь Божию. Об этом была благая весть Господа Иисуса Христа. Об этом Евангелие. О любви Божией. О всепрощении. Не знаете, как рассказать? Вспомните притчу о блудном сыне. Это притча о любви. О любви Божьей. И вот на примере этой притчи можно детям рассказать точно так же о любви Бога. Очень важно говорить о Боге с трепетом и с благоговением. Это не должно быть походя. Вот вы идете, а мама вот это вот. Вы тут значит только что одно обсуждали. Тут где-то куда-то в магазин зашли. Дорогой, мы придем домой и вечером об этом поговорим. Уделите время. Сядьте с ребенком поговорить. Кстати, одно важное наблюдение. Есть такое понятие в психологии и педагогике чистое время. Чистое время это когда мы можем время посвятить конкретно какому-то человеку. Ну, в частности, ребенку. Это может быть не только ребенок. Это может быть друг, подруга, муж, супруга, мать, отец, кто угодно. Но вот ребенок больше всех нуждается в нашем чистом времени. Это время, когда мы посвящаем его только ему. Мы не думаем об этом ни о работе, ни о том, что нам нужно сделать потом, ни о том, сколько это продлится. Мы посвящаем это время только ребенку, только его интересам, только его вопросам. Мы в это время никуда не смотрим, ни в телефон, ни в планшет не тыкаем, ничего на вперед не загадываем. Это время принадлежит только ребенку. Оно может быть ограничено 10 минутами, но оно будет качественно иным. Попробуйте так провести время со своим ребенком. Чаще всего мы время ребенку даем не полностью, только частично. Вот это-то-то-то-то-то, давай-давай, я побежал. Вот у меня сейчас там надо готовить, а тут мне звонят. Но время, которое вы посвящаете ребенку, должно быть только его. Даже если в это время позвонил телефон, ничего, я потом перезвоню, давай рассказывай дальше. Вы знаете, как ребенок будет это ценить? Что мама или папа отдали это время только ему. И иногда вы увидите поразительный результат. Ребенок может целый день за вами бегать, когда маленький, и что-то говорить, что-то хотеть вам донести, а вы его не слушаете до конца, вы что-то делаете, его слушаете. И вот это тянется долго. А тут вы ему уделили 20 минут, и ребенок удовлетворен. Он рассказал все, он почувствовал, что его послушали, его слышат. И вот этот важный, несомненно, момент, урок он усвоил. И он успокоился, произошло удовлетворение. И что касается вопросов о Боге, вопросов о духовной жизни, нужно находить этому отдельное время. 10-15 минут вы сели, но вы только с ребенком и только об этом говорите. И ребенок поймет, это важно. Походя, вы можете идти с ним разговаривать о чем-то, о том, что было в школе, рассказывать ему что-то. Вот это походя. А тут вы сели, вы какое-то особое место в своей жизни этому уделили. И ребенок на всю жизнь поймет Богу. И священному писанию нужно уделять особое место. Это будет, наверное, самый главный и важный урок из вашей беседы с ребенком. Еще очень важно ощущать свое состояние и состояние ребенка. Иногда бывает не время. У человека внутри буря или какое-то уныние, или он очень чем-то обеспокоен, озабочен, он не может от этого отключиться. Лучше в это время не начинать говорить с ребенком о Боге и о священном писании. Ну, потому что все равно хорошо не получится. Нужно чувствовать свое внутреннее ощущение, ощущение ребенка. Иногда у ребенка завтра контрольный, он переживает, боится, ерзает, а вы его садите. Так мы будем говорить с тобой о потопе. Не всякий может и готов переключиться и действительно вот это все свое психическое внимание посвятить библейской истории. Поэтому нужно правильно выбирать время, свое состояние и состояние ребенка. Не нужно много говорить. За большим количеством слов может потеряться смысл. Но самое главное, что нам нужно при разговоре о Боге, нам нужно показать наши отношения с Ним. Наши отношения с Богом. Раскрыть их перед ребенком. Поделиться им. Он еще не умеет, не знает, как их выстраивать. Поделитесь с ребенком своими отношениями с Богом и своими умениями в этих отношениях. Я вас уверяю, что тогда на основе этого и он сможет эти отношения правильно выстраивать.